Всем-всем большой привет! Наконец-то я добралась до ролика и хочу показать свои ароматы месяца. На улице проливной дождь, погода такая хмурая, настроение хочется поднять, а чем, как не ароматами. Поэтому ароматы я собрала уже на месяц, май, еще неделю назад, я ими активно уже пользуюсь, но вот руки только-только до ролика добрались. Давайте я буду делиться, потому что девчонки уже в нетерпении мне пишут, что Света, где же ароматы? Ароматы будут как теплые, так и свежие, потому что погода впрыгает, меняется, настроение тоже меняется, и поэтому я набрала прямо разные. Даже не знаю сколько, наверное, в районе 20 аж флаконов не смогла остановиться на нескольких. Первое, что я вам хочу показать, это эскада. Один из его разновидностей. Санса, да, джей? Не вижу я тут буквы. Очень-очень яркий, красивый, позитивный флакон. Давайте я вот так буду в удалении ставить. Девочки сказали не ложить, а лучше ставить. Это цветочно-фруктовый аромат. На некоторые ароматы я ноты нашла, на некоторые не нашла, буду рассказывать просто свое мнение. Цель просто показать ароматы, которыми я буду пользоваться, а не сделать прямо подробный обзор. Поэтому, девчонки, если вы ждете, что я что-то буду тут советовать, то нет. Цель совсем другая. У меня есть ролики, где я там с нотами, с подробными объяснениями по ароматам снимаю. Тут просто вот ароматы месяца. Сюда входит манго, белый нектарин, красный апельсин. В сердце есть лотос, водяная лилия, малины, звездное почему-то яблоко. Не знаю, что за звездное яблоко. Ну и в конце идет мускус, сандаловое дерево и кокос. Для меня тут красным апельсином, наверное, всех ярче пахнет. Я его слышу всех ярче. И, наверное, чуть-чуть вот есть от манго. Но для меня это яркий, солнечный аромат цитруса. Вот этот красный апельсин, я слышу прямо вот, как взрыв. Очень солнечный и яркий. Еще один аромат я выбрала. Он от Mary Kay. Девчонки, я не буду говорить, кто что подарил. Практически все ароматы это подарки. Меня девочки избаловали, много мне присылали подарков. Поэтому я сейчас сосредоточусь на ароматах и на восприятии к ним. Поэтому просто буду показывать. Вот такой солнечный, красивый. Если приглядеться, то вы увидите в флаконе, во флаконе радугу. Видите, само стекло радужное. И аромат вот собственно такой же. Его можно ставить вот так. Тогда он стоит под наклоном. Такой, знаете, как будто ветром дунуло. И его так сносит порыв ветра. Я название не буду коверкать. Вообще вот для меня ощущение вот этого вот аромата это взрыв радости. Вот какой-то солнечный фейерверк. Радуга после дождя. Свежесть. Не знаю. Хорошее настроение. Радость. Это вот все вот в этом вот флаконе. Следующий, который я хочу показать. Это вот такая милейшая капелька от Ифраше. Я пошла специально по ароматам, которые идентичные между собой. Вот потянуло в этом месяце меня на вот такие вот свежие, приятные. Тоже такой он оригинальный флакон. Вот видите, даже такие вмятины как будто роса. Вот капелька. И вот прямо настолько дизайн классный у флакона. Сразу хочу предупредить. Я их отбирала 1 мая. Это был очень жаркий день. 32 градуса было на солнце. И поэтому вот эта вот вся свежесть у меня сразу оказалась в руках. Я ими пользуюсь сейчас мало. Я покажу, какие чаще у меня идут в руки. Потому что на улице резко похолодало. Но теплые дни все равно вернутся. И я вот этими всеми прелестями буду пользоваться. Я не знаю, как называется именно этот аромат. У них в Ифраше несколько таких капелек. Нет, наверное, он не сфокусирует. Потому что очень бледное название. Но он тоже свежий. Он такой летний. Красивый. Ну не знаю, вот эта вот какая-то кристальная чистота и красота в этом аромате. Сложно описывать. Вот на него я нот не знаю. Так, из свежих. Так, падают, падают. Из свежих, конечно, я не могла мимо ландыша пройти. Это все подарки. Я не знаю, тут есть ли ароматы, которые я покупала. Это ландыш. Это тоже от Ифраше. Шикарный аромат ландыша. Прямо чистый, настоящий аромат ландыша. Я его обожаю. Ну, видно, что я его обожаю. Потому что он у меня реально уходит от меня. Заканчивается потихоньку. Так, еще из таких вот взрывных и свежих хочу отметить еще один подарок. Это Алена Ахмадулина. Вот у этого аромата есть как любители, так и нелюбители. Есть даже те, кто не понимает, как можно было создать такой аромат. Про этот парфюм, я все время говорю, аромат можно менять до слова. Про этот парфюм я могу сказать, что здесь вообще фруктово-древесный аккорд. И причем фруктовый-то грейпфрут. И когда грейпфрут с древесным с чем-то сочетается, то это очень такой, на первый взгляд, тяжелый аромат. Но теплым вечером, летним он очень красиво раскрывается. Не люблю давать возраст ароматам, но этот действительно аромат для женщин постарше. На тех, на ком раскрывается он уже вот красиво, как бутон розы. То есть это нелегкий компотик. Это не на каждый день. Это на конкретную ситуацию, на выход под настроение. Вот такая вот Ахмадулина Алена у меня тоже есть. Я прямо очень ей рада. Из свежих. Сейчас я вам покажу две розочки. Я бы сказала, одна ночная, другая утренняя. Это шармант и кокетка. Ну, в общем, кокет, шармант, шарман и кокетка, в общем. Вот такие две веселые, жизнерадостные. Водички. Наверное, это парфюм все-таки. Давайте я их поставлю. И сейчас я их ноты сочетаю. В обоих ароматах есть роза. Как любители, так и не любители есть у этих двух малышек. Хотя в этих малышках по 50 миллилитров. Они выглядят такими крошечными. Шармант. Это фруктово-цветочный аромат. Я зачитаю прямо из каталога, а не от Фаберлик. Полное очарование и нежность и аромат звучит совершенной нотой розы. Деликатная цветочная тема обыгрывается радужными фруктовыми оттенками питайи, груши, малины и черной смородины. Теплые прикосновения мускуса, амбры и сандала добавляют нотку романтики. Вот как описано, так и есть. Вот прямо ничего не добавлю. Это вечерний, ночной, такой вот спокойный аромат. Как будто в теплом летнем вечернем саду, где кусты роз стоят. Я его так воспринимаю. Ну а кокетка это утро, это роса, это свежесть какая-то и опять же розы. Сад с розами. Это цветочно-зеленый уже аромат. Аромат дарит кокетливое настроение, созданное нежностью утренней росы на раскрывающихся бутонов роз. Зелеными нотами и свежей пряностью имбиря и кардамона. Венчают композицию чувственный аккорд из нот мускуса и кашемирового дерева. Вот с этим я согласна. Этот более свежий, этот потеплее аромат. Дальше. Далеко от розы не уйду. У меня в подарках была вот такая роза. Это тоже от Ифраше. Она идет как моноаромат с ландышем. У меня есть еще один, но я его оставила на следующие месяцы. Там третий аромат у меня такой, тоже подарок. Лимон, цитрусовое дерево как-то так называется. Он более свежий. Это очень-очень классный аромат розы. Это просто бесподобный. Я сейчас на розу вообще конкретно подсела. Даже гели для душа у меня сейчас с розами идут. Давайте сюда поставлю. Девчонки, хочу что сказать. У кого очень много ароматов, вот такой вариант ароматы месяца очень хороший. Потому что ароматы становятся незабытыми и реально они убавляются. То есть я за прошлый месяц заметила очень хороший результат. У меня незаброшенные водички и они убавляются. Еще один подарок, который только-только недавно ко мне приехал. Это вот такая женская водичка. Это туалетная, наверное, водичка. Она из молодежной, по-моему, даже серии. Пульс, а дальше, наверное, для нее, да, тут написано. Есть такой же мужской, вторая половинка, но вот у меня есть женский. Давайте я вам про него чуть-чуть расскажу. В нее входит груша, черная фиалка и кедр. Этот аромат уже теплее. Он подходит как домашний аромат, подходит на каждый день. И мне кажется, этот аромат можно как в жару, так и в холод носить. То есть он такой спокойный, подходит молодежи, молоденьким девочкам. Он не тяжелый, легко раскрывается, недолго носится. Ну, приятный, очень приятный аромат. Вот, мне кажется, для дома такая водичка очень-очень хороша. Ну и на каждый день куда-то сходить, выбежать. Следующая малышка, тоже от Mary Kay. Тоже я бы ее называла домашним, теплым, таким хорошим ароматом. Название я не буду читать. Он у меня уже так активно пошел. Переводится как «Думая о тебе». Сюда входит мандарин, жасмин, пачули и мускус. В описании этого аромата такие слова есть, что это тепло и забота о вас. Вот действительно так. Вот по-другому и не скажу. Он теплый и такой какой-то вот как одеялко. Приятный, но не приторный, не сладкий. Он просто теплый. Вот такой вот аромат. Неярко чувствуется тут мандарин. Скорее больше тут цветы и где-то отдаленно сладкий мандаринчик. Сюда тоже этот кружочек рядышком поставим. Очень активно, особенно у моей мамы, пошло это вот «Фэйм Айкон». Я очень люблю сама этот аромат. Ноты на него я не нашла. Мне кажется, он цветочный. Он отличается от всех других. В нем есть свежесть, но свежесть совсем другая. Это свежесть от «Эйвен». Часто мы слышим такое, что у «Эйвен» однотипный аромат или похожий аромат. То, что их объединяет и является их схожестью, мне очень нравится. Это то, что меня привлекает как раз в ароматах «Эйвен». И вот «Фэйм Айкон» тому прямо яркое свидетельство. У меня и первый «Фэйм» закончился. «Фам», я неправильно говорю. И первый «Фам» закончился. И вот второй «Айкон» так активно идет. И будет возможность, я снова его приобрету, потому что мне он нравится. Сейчас вышел еще третий «Фам» эксклюзив. Забыла название. Мне он на страничке тоже понравился. Не знаю, как он в действии, но на страничке понравился. Я вот здесь поставлю, чтобы как-то будем поярче их раскидывать. Следующее из ароматов. Не смогла я отказаться от любимого своего «Мисс Мирайс Блэк». Ну, люблю я этот аромат. Прямо не могу я без него. Он самый, наверное, теплый из всех. Самый сладкий, если это можно так сказать. Но я бы его не сладким назвала, а опять же согревающим. Теплым и согревающим. В него входит мандарин. У меня везде есть цитрусы. Девчонки это знают и присылают там, где они есть. Мандарин «Жасмин Сандал» Бабы Тонга. Вот Бабы Тонга, вот эту вот сладость, дают такую, что мандарина я в нем не слышу. Если только уж совсем-совсем где-то отдаленно, он больше теплый, сладкий. Я вообще сначала подумала, что здесь ваниль. Но, видимо, вот Бабы Тонга и делают его очень красивым и теплым, вот таким вот согревающим. Раскрывают его. Понравился. Прямо как вот изначально я его полюбила из пробника. Как мне его прислали в подарок. Так я с ним не расстаюсь. Мне кажется, даже в жару я буду все равно хоть чуть-чуть, но наносить на себя. Еще один подарок. Прямо сегодня вообще, не знаю, будет ли то, что я купила сама. Атыфраше. Это я называю компотик. Я не помню, какие здесь ноты. По-моему, ежевика. Но я, по крайней мере, как-то вот слышу фруктовую ягодную ежевику. Ягодный такой аромат. Это для меня домашний, теплый. Он у меня всегда стоит под рукой. Не часто я им пользуюсь. Но когда мне хочется теплоты, хорошего настроения, для меня это как такой, знаете, флакончик радости. То есть сразу как-то в детство меня уносит, и мне так тепло, хорошо становится. Вообще прямо очень приятный аромат. Я его очень-очень люблю. Не знаю, есть ли они сейчас в Эфраше, но это классный аромат. Люблю. С прошлого месяца у меня остались, перешли в этот. Два аромата, я вам их покажу. Вот видите, они реально заканчиваются. То есть эти я, наверное, как... Они у нас и любимки идут, и добивалки. Мама просто полюбила сильно вот эту Виву Лавиту. Она мне тоже сильно нравится. В нее входит сочное сладкое яблоко, мимоза сандал. Очень теплый, приятный, вкусный, по-другому не скажешь, аромат. Прямо вот очень понравился. Он идет такой розоватый. И вот эта вот теплота... Ну, знаем мы, да, что когда аромат розового цвета, он дает какую-то вот цветочно-фруктовую приятную сладость. Это парфюмерная вода. Нравится. Очень нравится. Так, а Skin Tessence это маракуйя. Это сладкий, домашний, приятный прямо компотик. С огромным удовольствием он у меня тоже стоит под рукой. И я им пользуюсь. И думаю, что вот эти два флакончика уйдут все-таки в пустые баночки. Давайте вот здесь я его поставлю. Потому что они активно, очень активно используются. Нравятся. Видите, ароматы месяца, они все-таки приносят радость, что ароматы действительно заканчиваются. Вообще, вот этот Viva Lavita у нас куплен только-только вот прямо в ближайшие каталоги. И все 10 мл уже к концу понравился. Еще одну малышку я взяла из набора. В прошлом месяце была... Их три было в наборе, мне дарили. Я не называю специально девочек, потому что я одну назову, вторую не назову. Будет неприятно, обидно. Поэтому всем огромное спасибо, девчонки. Прям для меня арома-радость это на высоте. Прошлый флакон у меня ушел практически весь. Тоже там на донышке плещется. Мне жалко его было добивать. Я его пока поставила в сторонку. И взяла следующий аромат. Он приятный, цветочный такой. И в этом есть какая-то терпкость. Он не так будет активно идти, как его сестренка предыдущая. Но мне хочется тоже потестировать, попробовать в этом месяце его. Ну и последний, только-только ко мне приехал. Это аромат жасмина. Этот аромат 8 мл всего. Мне кажется, это духи. Нет, это, наверное, туалетная водичка. Он был в наборе, этот флакон в наборе, в коробочке вместе с мыльцем. И действительно пахнет жасмином. Крышка откручивается. И просто флакон. С огромным удовольствием буду его использовать тоже в этом месяце. Нравится. Прям очень понравился. Всё. Это всё, что я выбрала. Почему ароматов у меня много и мне это нравится? Потому что ароматы не помада. Или даже, можно сказать, как помада. То есть, как помаду можно через 2-3 часа обновлять. Так и аромат можно через 2-3 часа обновлять. Я хотела сказать, это не тени, которые с утра нанесла. И хорошо, если в течение дня поправил макияж. А наоборот, с помадой можно их сравнить. Поэтому у меня на месяц всегда много ароматов и всегда много помад. Вот. То, чем я буду в этом месяце пользоваться. В пустых баночках мы будем встречать какие-то из этих флаконов. Ну, скорее те, которые уже на донышках. А остальные буду с огромным удовольствием дружить, пользоваться, тестировать. Спасибо всем огромное за внимание. Очень приятно, что вы ждете такие видео. И с огромным удовольствием я их снимаю. Потому что я сама такие темы очень люблю. И они мне нравятся. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok